Добрый день! Сегодня мы едем на операцию вместе с моим сыном. Ему будут удалять гланды. Давно эти гланды очень большие, но вот доктор все-таки наконец согласилась нам их удалять, потому что у нас от 3 до 5 ангин в год. Доктор нам все рассказал, как все будет рассказать. Вот сейчас мы идем, покажем, как мы будем регистрироваться, записываться, как пройдет операция, как идет подготовка. Покажу, как мы доходим до самой операционной. И я уже в итоге дай ему сделать наркоз и буду уже встречать, как все будет окончено. Потом покажу палату и все остальное. Ну что, как у тебя настроение? Хорошие, я наконец-то от них избавлюсь, потому что они дико болят сейчас. Не знаю почему, наверное, насколько ожились от страха. Да, испугались, решили, что хотят. Но все-таки мне их обрежут, и все. Не страшно? Нет, не боюсь. Все будет нормально, там уже. Там я не буду ничего чувствовать, я буду спать. Но доктор, ты еще рассказал, ничего такого страшного тебе показалось? Нет, нет, там все будет. Тем более, ты же хороший доктор. Ну, отлично. Тогда уедем все в клинике. Мы уже подъезжаем к клинике. Пришли в клинику. Ну, вот мы уже зарегистрировались. Ждем теперь, когда нас позовут. Ну что, пришли отвечать на вопросы. Вот мы зашли в переодевалку. Нам вручили такие вот тапочки. Ну, вот мы при параде переодетые. Вот сейчас меня-то переодели даже не как сопровождающего, а как маму, потому что родители пускают до блока. Даже если все говорят на языке. Вон там раздевалочка. Вот туда вот нам идти уже в операционный блок. Ну, пошли? Точно ничего не почувствуешь? Товеренно. Абсолютно. Не бойся. Снимать в операционной, к сожалению, не разрешили из этических соображений. Ну, маленькое видео, коротенькое, мы все-таки сняли, которое нам разрешили. И вот сейчас Максима операция. Я пока буду ждать в коридоре, пока меня позовут. Уже когда он проснется, все будет позади. Ну вот, наконец, операция закончилась. Вот я иду по коридору к красным дверям, за которыми находится детская реанимация. Максим уже там и должен начинать просыпаться. Вот такое большое помещение, нету еще никого другого. То есть мы пока в реанимации одни, но нужно тихонечко себя вести. Операция закончилась, но в реанимации. Вот дверь отделения детской педиатрии. Специально ручка высоко сделана, чтобы дети без помощи взрослых выйти не могли. Вот в такую палату приехали с вишенками. А вот и наша медсестра пришла. Она сейчас в катетерах ведет обезболивающий Максим, чтобы ему было комфортно и ей ничего не болело. Чем дети старше, тем сложнее проходит эта процедура. Поэтому большие детей оставляют как минимум на одну ночь, а малышей лет до 9 выписывают прямо в тот же день. Ну что, Макс, как у тебя дела? Понятно. Ну что, иду за мороженым? Ну, вот мы и в палате. Вот нам принесли такой вот обед. Ну, вот и подошла к концу наша госпитализация. Мы вчера, получается, сделали операцию. Ночь провели в больнице. За нами тут наблюдали, смотрели. Поставили нам все нужные капельницы. А сегодня вот во второй половине дня нас отпускают домой. В принципе, можно было бы остаться еще на одну ночь, как говорили врачи. Но мы решили вернуться домой, потому что мы тут рядышком. Ну и в целом чувствуем себя получше, чем вчера. Как у тебя настроение? Готовно мы? Да. Ну, отлично. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Переходите по ссылке на сайт. Рассказывайте обо мне своим друзьям. И до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!